Продолжение цикла семинаров для более продвинутых трейдеров Это торговля на разворотах ценового движения То есть прибыльный трейд на разворотах ценового движения И мы поговорим о том, как из определенных правил создать четкую, эффективную торговую систему Как обычно, наша с вами встреча проходит в режиме интерактивного общения А это значит, что те, кто авторизован и вошел под своим именем, могут задавать вопросы в чате Те, кто еще пока не авторизовался, пожалуйста, авторизуйтесь И вы тоже сможете стать полноправными участниками нашей сегодняшней встречи И сможете принять участие в нашем общении Большая просьба ко всем, кто зашел уже и авторизовался Поставьте, пожалуйста, плюсы Если меня хорошо видно и хорошо слышно Чтобы мы с вами могли начать Что ж, тогда я перехожу к нашей теме сегодняшней Прибыльный трейд на разворотах ценового движения Тема очень интересная на самом деле Потому что считается самым, скажем, эффективным Это когда мы можем зацепить движение, что называется, с самого дна, с самого разворота Это, конечно, тема более, может быть, чуть более опасная, чем трендовая в какой-то мере Но если мы торгуем на разворотах, но в направлении, как мы с вами на семинаре по трендовой системе говорили В направлении тренда система дает наилучший результат Потому что мы всегда ловим не просто изменение ценового движения А изменение ценового движения на переходе из коррекционной волны в импульсную Тогда вот такой именно переход является наиболее оптимальным Но сейчас мы об этом поговорим Итак, смотрите, импульс и коррекция Какой разворот предпочтительнее? Я уже немножко сейчас об этом сказал Давайте теперь посмотрим Вот смотрите, вот перелом в этом месте возникает То есть мы видим, что перелом возник в конце более длинной волны То есть более протяженные волны Волна импульсная, как правило, не всегда, но как правило, состоит из более крупных свечей И цена за меньшее время по горизонтали, да, проходит большую дистанцию по вертикали в пунктах То есть цена изменяется интенсивнее Поэтому такую волну называют импульсной Это направление приоритетного движения денег И поэтому именно это направление для нас будет являться более приоритетным для торговли Вот когда возникает вот такой перелом и, скажем, в конце этой волны Мы уже точно понимаем, что если вот до этого, смотрите, цена просто двигалась И мы еще не знаем, какая волна будет длиннее Вот это или это, да, то есть она может продолжиться и уйти вниз То когда вот возникает данный перелом Мы понимаем, что вот это перелом направления Это тоже перелом направления И тоже, в принципе, можно торговать как этот, так и этот Но какой предпочтительный Вот Тут уже мы понимаем, что разворачивается более короткая коррекционная волна Именно поэтому я, так сказать, смею утверждать, что торговля на развороте коррекционной волны И при переходе в новую импульсную является более предпочтительной Более надежной, потому что мы двигаемся в направлении тренда Мы двигаемся в направлении, скажем, глобального движения денег И, скажем, по ветру, так сказать, идти и по течению плыть всегда намного легче И мы быстрее достигнем своего нужного результата Вот Вот смотрите, я просто специально показал, что вот эта волна короче, а эта длиннее Именно так мы узнаем коррекционную волну и отличаем ее от импульсной Давайте теперь посмотрим, что является причиной разворота Вообще всегда любой разворот имеет причину То есть без причины не бывает ничего Мы здесь, как бы, со своего, так сказать, уровня возможностей Не можем знать, какое ценовое значение, какой уровень будет являться для цены более важным И на каком уровне возникнет ценовой разворот Но на самом деле, наверное, никто из участников это точно знать не может Потому что рынок это, скажем так Представляет из себя действие совокупное всех его участников И один, любой, даже очень крупный участник в одиночку Не сможет что-либо кардинально на нем изменить Поэтому это как некая энергоинформационная сущность Рынок, в который принимают участие многие Это так же, как, скажем, стадион футбольный, где собираются как игроки, так и болельщики Он представляет из себя единый организм, который гудит, который шумит Который участвует в одном и том же действии просто по обе стороны Одни играют на поле, другие, скажем, являются болельщиками и болеют за свою команду Но это единый организм, он работает, скажем, по единым законам Вот и рынок тоже самое представляет из себя единый организм И для того, чтобы что-то на нем произошло Все участники рынка, скажем, должны принять в этом какое-то участие Вот даже бездействие тех или иных участников рынка Это тоже действие, которое приводит, в конечном итоге, к тем или иным ценовым изменениям За счет тех, которые эти действия совершают Вот, поэтому любые ценовые изменения направлений Это какое-то препятствие, которое встречает цена Потому что, скажем, основные участники рынка По этой цене прекращают активную торговлю С чем это связано, сказать трудно Но сам факт того, что это происходит Мы и принимаем за основу наших расчетов Вот так вот я скажу, пожалуй Поэтому в любом случае, для любого изменения направления движения Нам нужно препятствие Что именно является препятствием, как мы выяснили Точно мы не знаем Но на что мы будем все-таки ориентироваться То есть я вот показываю Смотрите, я показываю, что цена очень часто Однажды изменив направление То есть создает какой-то ценовой уровень Она как бы не то, что создает его Она его проявляет То есть, по сути, цена двигается И мы вот все, что мы видим Это ценовые следы Здесь цены уже нет Цена находится только в самой конечной, последней точке графика А это все ценовой след И видя, как цена себя вела на определенных уровнях ценовых Мы можем предположить Что эти данные ценовые уровни В будущем могут также послужить сопротивлением или поддержкой И на них цена может изменить снова свое направление Либо пробить эти уровни Либо отскочить от них То есть мы говорили уже о том, что цены всегда следуют То есть, кать, определенным правилам Ну, как бы, есть рынок Есть правила у рынка Если мы следуем этим правилам, у нас все хорошо Если мы их игнорируем По незнанию или, скажем, по нежеланию И следовать Ну, значит, как бы, проблема неизбежна Я вам просто хочу показать Что, смотрите Уровень, который создался однажды цена Потом вслед за этим Может снова увидеть И вновь данный уровень может послужить препятствием И поводом для движения цены в обратную сторону Вот так это может быть Либо, смотрите, цена обозначает уровень Потом его пробивает Потом к этому уровню возвращается Вот как здесь вот И от него уже начинает стартовать И вот этот разворот И вот этот разворот Мы можем принять во внимание Потому что этот разворот связан с очевидной, так сказать, причиной То есть ее видим не только мы Но и другие участники рынка И поэтому Как мы, так и они Все мы Своими действиями совокупными Потому что Причина этих действий Понятна Да? То есть это взаимодействие с уровнем Мы все приводим к определенным ценовым изменениям Поэтому если вы видите Какое-то изменение направления Но не видите его причины На такое изменение лучше не реагировать Потому что, ну, как сказать Представьте, что вы вошли в сделку А другие участники рынка Еще более крупные, естественно Они не увидели никакого повода Для, скажем, входа в сделку Или выхода из сделки На этом уровне И ничего с ценой не произошло Она не изменила направление Она продолжает двигаться В предыдущую сторону А вы в сделке На разворот И что? Поэтому всегда нужно учитывать Вот такие важные моменты Всегда Самое первое В разворотах Это увидеть Отчетливую причину По которой цена может Развернуться Надеюсь, что сказать Все понятно, что я сказал Ну, вы можете задавать вопросы в чате Я на них, может быть, по ходу буду отвечать Или в конце нашей встречи Обязательно отвечу Потому что тема очень интересная Тема очень важная И вот, конечно, это нужно понимать И, кстати, тема очень популярна Итак, вот, перехожу к теме Уровень как причина разворота Мы сейчас уже начали эту тему обсуждать И вот смотрите, насколько важным является Что является уровнем Я уже в предыдущем слайде показал Что это может быть какой-то экстремум Которую цена уже образовала И повторное касание уровня Приводит к развороту Или после пробития Или просто новый подход к уровню А вот здесь я просто показываю Что уровнем разворота Могут быть и значения ценовых разрывов Вот на выходных Нередко возникают ценовые разрывы То есть, когда пятница закрывается По одной цене А понедельник открывается по другой И вот это окно В дальнейшем может послужить Препятствием для ценового движения И смотрите, вот сколько раз Смотрите, цена изменяла направление движения Следующей причиной Какой уровень может явиться разворотом Это уровень Фибоначчи То есть, это пропорциональный уровень Глубины коррекции По отношению к предыдущему импульсу И на данном уровне Фибоначчи Вот смотрите, я показал Вот это же движение С этим же, так сказать, разрывом И с одной стороны Вот эта цена Нашла опору на разрыве А вот здесь цена изменила направление При соприкосновении С уровнем Фибоначчи 76.4 Это важный коррекционный уровень После которого нередко наблюдаются ценовые развороты Ну и вот, собственно говоря, здесь мы увидели, что цена уткнулась в уровень 7.6.4 Образовала разворотную свечную модель И изменила свое направление Вот эта совокупность признаков Привела к возможности войти в сделку То есть, совершить сделку Итак, еще раз повторяю Причиной разворота может быть Предыдущий уровень поддержки или сопротивления Который цена уже обозначила ранее И который мы можем провести И видим его Следующая причина может быть Это может быть, кстати, уровень Не обязательно графический Это может быть математический уровень, например Например, это может быть скользящий средний, допустим Или несколько скользящих средних Например, аллигатор Как причина разворота То есть, причина может быть и математически рассчитана Не только графически Вторая причина Это уровень ценового разрыва Разрывы всегда являются такой мощной Такой плитой Или там такой зоной сопротивления Или поддержки для цены И третья Это уровень Фибоначчи Потому что мы работаем на отскоках От, скажем, изменения направления коррекционной волны При переходе в новую импульсную Очень, кстати, хороший И очень классный такой метод торговли Который дает очень хороший результат Что же является разворотным сигналом? То есть, мы говорим разворот-разворот Первый, так сказать, момент Что такое уровень? Мы разобрали то, что является причиной разворота И второе, что является самим сигналом? Вот сигналом является образование Любой из свечных моделей разворота Их на самом деле много Я вот здесь вынес самые основные Скажем Вот такая, может быть, модель Это молот С подтверждением, да? Молот и перевернутый молот На уровне на каком-то Смотрите, уровень я всегда обязательно прописываю Это может быть Повешенный, так называемый Когда тень возникает против направления предыдущего значения Здесь тень возникла по направлению текущего движения Да? Вот предыдущего вот этого, да? После чего был разворот А здесь цена двигалась вверх И возникла тень вниз То есть против направления текущего движения И вот если вот эта ситуация называется пин-бар Пиноккио-бар Ну, если я сейчас не буду уточняться, что это такое Можете почитать Об этом много всего написано Вот То вот эта ситуация обратная И она интересна тем, что тень возникает против То есть как бы она показывает Что цена пускай двигалась вверх А вот теперь мы будем двигаться вниз Это как некий указующий перст Нового направления И несмотря на то, что цена еще некоторое время колебалась Около уровня Смотрите, перейти уровень она не смогла Она его так и не пробила И в конечном итоге ушла вниз Очень сильный сигнал Это поглощение Поглощение от уровня является важным признаком того Что когда свеча текущая поглощает одну полностью Или два или несколько тел предыдущих свечей Это означает, что новые деньги, более крупные, пошли в новом направлении Прекрасный сигнал, который мы тоже можем принять во внимание Как разворотный сигнал Для входа в сделку после закрытия данной свечи Вот опять же сигнал поглощения Но здесь, видите, возникло двойное касание одного и того же уровня Это может быть уровень Fibonacci, допустим, как я показывал Что вначале, смотрите, цена обозначила без, так сказать, разворотной модели Отскок Потом было повторное касание этого же уровня Здесь уже возникла свеча поглощения И мы видим, что вот этот уровень Вот он, который создался вот этой точкой, как минимум Он мог существовать и до этого Но, по крайней мере, вот именно с этого момента С момента факта поглощения И пошел трейд Пошло ценовое движение реальное В которое можно и нужно было бы войти Следующим инструментом для диагностики разворота Является, так называемое, состояние рынка В состоянии готовности к развороту Мы его определяем по индикаторам разворота осциллятором Когда мы видим причину разворота, уровень Когда мы видим сигнал разворота Любую из свечных моделей разворота Мы должны посмотреть, а соответствует ли данному, скажем, сигналу состояние рынка Состояние рынка это такое, скажем, свойство его Которое мы не видим Или, по крайней мере, трудно Можем увидеть глазом, просто глядя на сами свечи Поэтому это состояние по тем же самым свечам Но по математическим формулам Рассчитывается с помощью индикаторов И, по сути, что такое индикатор? Он проявляет для нас скрытую рыночную информацию И именно поэтому я являюсь большим сторонником, скажем, так называемого смешанного метода торговли С использованием как графических методов, так и индикаторных Потому что, ну, зачем себя лишать какой-то части важной полезной информации С одной стороны мы что-то видим, скажем, на графике цены Это основной сигнал Но а дополнительный сигнал или фильтрующая информация Которая, скажем, скрытая информация Почему бы ее тоже не принять во внимание И этим сигналом являются показатели осцилляторов Я специально здесь привел не просто, скажем, название осцилляторов Но и их параметры Вот, которые использую я, по крайней мере, на часовых, четырехчасовых и на 15-х графиках Смотрите, это стахастический осциллятор Он самый чувствительный Это индекс относительной силы Вот с параметром 9 А стахастик с параметром 8.3 Ну и один, потому что я вторую линию не использую Вот Эти индикаторы имеют так называемые две зоны Зону перекупленности, зону перепродности Две экстремальных зоны Так вот, сам факт захода индикатора в одну из этих крайних зон Говорит о том, что рынок как бы перегрет покупками или продажами И возможно изменение направления цены То есть возможен отскок или полный разворот Так вот, если мы видим первый фактор Это наличие уровня как причины разворота Второй фактор Наличие самого сигнала разворота Свечная модель разворота И видим, что цена находится в одной из экстремальных зон По этим индикаторам Это означает, что в состоянии рынка благоприятствует развороту И вот опираясь на эту информацию Такая сделка будет более Так сказать, более Ну, надежной Более надежной Я специально задерживаю слайд, чтобы вы смогли что-то записать Зарисовать параметры, потому что я им пользуюсь И мне все хорошо удается Двигаемся дальше Следующий важный осциллятор Который тоже показывает Ну, дает нам важную информацию Это индикатор дивергенции Дивергенция показывает Ослабление движения текущего Предыдущего, вернее, направления И если тот или иной разворот Случается на фоне Ослабление, скажем, силы предыдущего направления То такой сигнал еще более надежно приводит к развороту Поэтому вот такой вот индикатор-сциллятор Это индикатор, который мы можем найти в группе индикаторов авторских Билла и Вильямса Можем использовать индикатор МАКД МАКД или МАСД его называют Это тоже индикатор дивергенции Но вот этот просто, как видите, не имеет никаких настроек Принцип действия у него такой же Принцип работы И все, что нам нужно, по сути, от него Это чтобы увидеть какие-то дивергенции Но сейчас мы об этом поговорим Что это из себя представляет? Итак, первое Какие этапы Любой торговой разворотной системы? Я сейчас особо не заостряюсь Вот на этих деталях Там индикаторах и так далее Потому что у нас будет отдельное занятие По всем этим, скажем, инструментам Вы заранее должны Либо знать уже Все эти инструменты Что такое дивергенции Что такое экстремальная зона Что такое состояние рынка Но просто я сейчас Моя цель заключается не в том, чтобы их подробно разбирать А в том, чтобы показать Если вы уже знаете, что это такое Показать, как этим пользоваться Для создания торговой системы Поэтому я просто показал индикаторы Показал их параметры Чтобы вам было удобнее И просто сейчас покажу Как этим пользоваться Первый этап Это определяем фазу рынка В импульсе мы находимся Или в коррекции Как это делать, я вам уже показал Коррекционной является волна Которая является более короткой По отношению к предыдущей И мы видим, что индикатор Зашел в экстремальную зону То есть, если текущая волна Короче, предыдущая А смотрите Состояние рынка Говорит нам о возможности разворота То есть, рынок уже вошел в состояние готовности к развороту И это показывает индикатор Осциллятор Стохастик Или Индекс относительной силы Самым фактом захода в экстремальную зону Вот Или даже после захода Еще и дивергенцию Покажет Вот это как раз является Очень хорошим сигналом Того, что Текущая волна Коррекционная по отношению к предыдущей Итак Если мы находимся в коррекционной волне Если состояние рынка разворотных позволяет нам считать, что рынок может развернуться Третье Тогда мы определяем наличие торгового сигнала То есть, возникает свечная модель разворота Как сам факт сигнала От уровня, который является причиной разворота Что такое уровень, мы с вами только что поговорили Тогда мы можем считать, что данный вход в сделку адекватный И мы можем, так сказать, уже получаем право войти в сделку Обязательно, кстати, напоминаю, что свечная модель разворота состоит из полностью сформированных свечей Из закрывшихся свечей, а не из живых Если свеча не закрылась, она может быть какой угодно Черной, белой, большой, маленькой и так далее Поэтому только закрывшиеся бары могут считаться, скажем, совершившимися И именно по закрывшимся барам мы смотрим, есть ли свечная модель разворота и какая именно Итак, мы получили сигнал на вход в сделку в направлении предыдущего тренда Пускай даже и от разворота И рассчитываем объем позиции, рассчитываем цели Смотрим, куда поставить стоп-лосс И входим в сделку Итак, давайте посмотрим, как это фактически происходит Заключение сделок на отскоке от уровня и линии поддержки сопротивления в направлении тренда То есть это может быть уровень Фибоначчи, когда, смотрите, импульсная волна Длиннее коррекционной волны Мы растягиваем сетку Фибоначчи И смотрим, что на одном из уровней Фибоначчи, на любом из них Вот в частности здесь уровень 7.6.4 Происходит формирование разворотной свечной модели И мы получаем здесь торговый сигнал и возможность войти в рынок При наличии, так сказать, подтверждения с индикатора Второе, что мы можем сказать в плане, скажем, отскока от уровня Так называемое, может быть, пробитие просто Вот, посмотрите, после пробития уровней То есть сам факт пробития произошел Значит, мы понимаем, что цена будет двигаться туда Ну, а что же является отскоком? Так вот, нередко после пробития уровней Следующая свеча хотя бы тенью отторговывает пробитый уровень Это значит, что на более мелком формате Например, если это час На 5-минутном формате Или на 15-минутном формате Вот от этой цены, от этой вот макушечки Здесь будет обратная нисходящая волна движения С опорой где-то на этот уровень Или на вот эту околоуровневую зону И разворотом в направлении вот этого пробития Значит, сам факт Направление более крупного формата мы получили Все, что нам остается, нам остается после пробития И на возврате То есть, как только цена пробила, мы пока начинаем смотреть Возвращается она к уровню или нет Как только она коснулась данного уровня снова Следующим баром после закрывшегося этого Вот если это происходит сразу на следующей свече Мы можем перейти в более мелкий формат И поискать возможности разворота Где-то в пределах вот этого уровня После возврата Для того, чтобы еще более выгодно Зайти в эту сделку То есть, вот не отсюда зайти Сразу после пробития Вот не отсюда А зайти ниже Ниже и выгоднее для покупки Может быть так, что Свеча пробивает Не возвратившись к уровню Она некоторое время идет в этом же направлении И потом в этом же своем формате Возвращается к уровню Прыгает по этому уровню тенями Так и не пробив его И образует свечную модель разворота То есть, тоже при наличии сигнала с осцилляторов Тогда мы тоже получаем торговый сигнал На отскок от пробитого уровня При условии, что уровень уже пробит И дал нам новые направления Вот это тоже считается торговлей на развороте Но вот этот разворот Тоже коррекционные волны Связаны не с уровнем Фибоначка А в предыдущем случае А с пробитым уровнем сопротивления Который стал поддержкой Вот Вот очень интересные технологии Поэтому понаблюдайте за ней Посмотрите, как цена себя ведет И вы, я уверен, сможете получить Очень много интересной информации И превратите это в торговую систему Это наблюдение Пока для вас это идея Поэтому только понаблюдавши за ценой И проделав достаточно большое количество наблюдений Вы сможете превратить это в торговую систему Понять, какие критерии Брать за основу Какие параметры В какое время суток это можно делать В какое нельзя То есть, кстати, что касается разворотов Я вам хочу такую вещь сказать Что развороты, как правило И, скажем, достаточно адекватные Возникают в определенное время Торговых суток И ваша задача просто может быть Вот я вам предлагаю что сделать Поскольку каждый человек Проводя собственные исследования С одной стороны Создает собственную систему А с другой стороны Тренирует глаз свой Я вам предлагаю специально Не рассказываю чего и когда А предлагаю просто подкидываю Подбрасываю, может быть, идею Вот идея заключается в следующем Посмотрите Все, ну, скажем, значимые развороты Направления движения цены Которые можно было бы отторговать Посмотрите, в какое время дня Они образуются И вы для себя можете определить Алгоритм Согласно которому Вы, например, какое-то определенное Время дня развороты будете принимать Как адекватный Во все остальное время Если даже разворот как будто бы случается Вы можете это время просто игнорировать Потому что оно, может быть, для разворотов Будет не самым надежным Но это пока идея для вас Можете проверять, можете не проверять Можете проигнорировать Не вопрос Но, по крайней мере, идея очень интересная Так что вот подбрасываю вам такую идею Заключение сделок Так сказать На отскоке От уровней сопротивления или поддержки В направлении тренда Вот Смотрите Уровень пробит Сам факт отскока произошел Мы получаем сигнал Вот, пожалуйста Это тоже будет трендовая технология Но связанная с разворотом От пробитого уровня Собственно говоря Я вам сейчас дал Несколько интересных Скажем Идей Торговых Я вам рассказал Из чего состоит Любая торговая технология Связанная с отскоком И Хочу напомнить Что Для Трендовых технологий Используются трендовые индикаторы Для разворотных технологий Используются осцилляторы Осциллятор является Инструментом Поиска Скажем Вероятности разворота И осцилляторов Их намного больше Чем я вам показал И если Допустим Вы используете Хотите получить большую надежность Сигнала торгового Вы можете использовать Не один А несколько индикаторов Если Допустим Каждый из них Или все Например Несколько индикаторов Зашли в экстремальную зону То есть не один какой А вот несколько Сразу Одновременно Ну скажем так Все индикаторы Погрузились в ту или иную зону Конечно Вероятность разворота При этом будет намного больше Особенно Внимание Если Волна На которую они зашли Короче предыдущей То есть Если это коррекционная волна И разворот будет От уровня Фибоначчи Вот Либо после пробития Уровня Отскок к этому же уровню Вот И таким образом Вы получаете Скажем Более надежный вход Более надежный сигнал И можете его Спокойно совершенно торговать Вот Стоп-лосс Обычно ставится При разворотных системах Под Скажем Минимум разворота Или за максимум разворота Если разворот идет Сверху вниз И Вот пожалуйста Целью При такой системе торговли Всегда является Какой-то Ближайший уровень Сопротивления Или поддержки Итак Если в трендовых технологиях Цели строятся Совершенно по-другому То в разворотных технологиях Учитывая Что Цены двигаются От уровня К уровню Мы понимаем Что цена Развернулась От уровня Под Скажем Экстремум Разворота Мы ставим Стоп-лосс А целью Всегда является То есть Профитом Да Какой-либо Предыдущий Уровень Поддержки Или сопротивления К которому Цена после разворота Пойдет То есть Она ушла От одного уровня Пришла к другому Оттолкнувшись От другого Идет опять К первому Пробивший уровень Идет к следующему уровню И так далее И так далее Поэтому всегда При торговле На разворотах Особенно Учитывайте Что Развернувшись От одного уровня Цена обязательно Пойдет к другому Вот это принцип Ну и не забывайте О том Что нужно Грамотно сочетать Разные методы Как графические Так и математические Потому что Это очень важно Вот Учитывайте Динамику Ценового Движения Я вам Кстати говоря Тоже из Таких вот Тонкостей И особенностей Я вам про время Кое-что сказал Скажу еще Что Очень нежелательно Торговать Против Мощной Ценовой Динамики То есть Против Волны Которая Является Очень Состоит Из очень Крупных Таких свечей Против вертикального Практически Ценового Движения То есть Образуется Такой Мощный Импульс И Допустим Образуется Какая-то Свечная Модель Разворота Допустим Там Индикаторы Все показывают Вот Против Такой Ценовой Палки Я всегда Очень не Рекомендую Заходить Бывает Разворот Случается Конечно Но Все Такие Заходы Против Такой Мощной Динамики Как правило Заканчиваются Стоп Лоссом Поэтому Если Разворачивается Какая-то Спокойная Волна Это Вход Хороший Если Вы Пытаетесь Зайти Против Такой Ценовой Палки Это Не Самый Надежный Заход Вот Имейте Это Тоже Ввиду Кроме Времени И Всех Прочих Критериев О которых Мы Сегодня Поговорили Так Ну И Напоминаю Что Для успеха На рынке Форекс Обязательно Нужно Иметь Одну Или Несколько Проверенных Торговых Стратегий Это Очень Важно В силу Того Что Скажем Если У вас Одна Технология И она Прибыльная Это Хорошо Но У нее Всегда Есть КПД Который Вы Не Привысите Просто Это КПД Система Знаете Как Есть КПД Например Парового Котла Мы Можем Попытаться Немножко Его Повысить Увеличивая Там Давление Но Если Мы Превысим Определенное Критическое Давление Он Просто Взорвется Поэтому Чтобы Не Взорвать Свой Депозит Условно Говоря Слишком Превышением Давления В котле КПД В вашей Системе То Лучше Этого Не Делать Лучше Просто Обзавестись Еще Несколькими Торговыми Технологиями Каждая из которых Будет Хеджировать Предыдущую И в целом Опираясь На несколько Торговых Технологий Ваш Депозит Будет Эффективно Расти Второе Дать Себе Время Чтобы Привыкнуть К работе С этими Технологиями В повседневной Жизни Это Очень Важный Момент Потому Что Мы Делаем Хорошо Только То Что Делаем Постоянно То К чему Имеем Привычку Это Факт Мы Не можем Хорошо Делать Того Что Мы Делаем Редко Поэтому Ваша Задача Я Поэтому Вам И Подкидываю Идеи А не Готовые Решения Даже Потому Чтобы Вы Смогли Сами Эти Идеи А Эти Идеи Поверьте Мне Я Ими Сам Пользуюсь И У меня Все Хорошо Получается Поэтому Я Вам Предлагаю Это Тоже Проверить Но Самим Пока Вы Это Делаете Пока Вы Тренируетесь Вы Приобретаете Определенные Привычки Вы Затачиваете Глаз И В конечном Итоге Начинаете Это Делать Очень Хорошо Для Себя Это Очень Важно Третье Неукоснительно Следовать Всем Правилам Выбранной Торговой Стратегии Поэтому Если Вы Следуете Не Всем Правилам Считайте Что У Системы Нет Если Вы Не Привыкли К Работе С С Когда Человек Не Имеет Навыка К Торговой Системе Допустим Он Получает Стоп Лосс Вместо Того Чтобы Продолжать По ней Работать Потому Что Система Эффективна Не Бывает Таких Торговых Систем Которые Не Подразумевали Иногда Стоп Лосс А Человек Который Что-то Не Исследовал Который Еще Не Окреп В Плане Понимания Работы Системы Эту прекрасную Эффективность Системы Бросает Начинает Искать Что-то Другое И В конечном Утоге Такой Человек Мечется От Одной Системы К Другой Так Ни Одну И Не Поняв Так Ни Одну И Не Изучив Вот Это Тоже Очень Важный Момент И Я бы Хотел Чтобы Вы Очень Хорошо Прочувствовали Если Вы За что-то Беретесь Доводите Дело До Меняются Меняются В динамике Меняются В каких-то еще Моментах Как только Ваша система Начинает Допустим Давать Сбои Ее нужно Остановить Нужно Доработать Нужно Оптимизировать Под Изменившийся Рынок И Опять Начать С ней Работать Какие Критерии Доработки Мы С вами Поговорим В Отдельном Семинаре Вот Я сейчас Не буду Об этом Говорить Это Не тема Сегодняшнего Семинара Но Оптимизировать Любую Систему Периодически Надо Это Не нужно Делать Слишком Часто Потому Что Вы Так И Не Соблюдаете Систему Человек Который Мечется Между Системой И Постоянно Что-то Меняет Считайте Что У него Системы Нет Но Периодически Нужно Систему Оптимизировать И для Этого Должны Быть Определенные Критерии И мы С вами Об этом На Отдельном Семинаре Поговорим Таким Вот Образом Я Вот Вам Даже Видите Свой Адрес Электронной Почты Дал Поэтому Если Вопрос Пишите Пожалуйста На Этот Адрес Вот А пока Я вам Сейчас Что Хочу Сказать Наш Семинар Потихонечку Подходит К Завершению Я Очень Рад Был С вами Сегодня Поговорить Я Рассчитываю И надеюсь На то Что Информация Которую Вы Сегодня Узнали Была Для Вас Полезной И Интересной Пользуйтесь Наблюдайте Создавайте Свою Торговую Технологию И Радуйтесь И Наслаждайтесь Результатами Скажем Вашей Торговой Системы Только Тогда Это Будет Вас Радовать Когда Вы Будете На этом Зарабатывать А Будете Зарабатывать Тогда Когда К Не привыкнуть Вот Такое Простое Правило Сейчас Я С вами Прощаюсь И Перехожу К ответу На Вопросы Продолжение следует